Как неожиданно и приятно! С вами Роджин, дорогие друзья! Это Stronghold 2, мы снова вернулись сюда. И здесь у нас осталась одна очень такая незаконченная компания, скажем так. Экономическая компания S-Hold 2. Путь мира. Более мягкий режим игры, ориентированный в основном на мирное строительство. Так, а что тут у нас есть? А, Бремя Государева, точно! Я вспомнил! Компания, посвященная мирным заботам короля. Я помню, что она очень длинная, так что проходить мы ее будем частями. Сейчас я попробую пройти три миссии. Затем я сохранюсь, но мы продолжим с этого места по три миссии вот так вот заканчивать. Если их там семь, увы, их там семь. Я просто не помню действительно сколько их. И, в общем, короче, как мне будет закалебывать, так и буду отключать. Поехали. Бремя Государева. Я посылаю тебя на границу наших владений. Три лорда, которых я туда отправил, не смогли справиться с напастями, постигшими эти земли. Мы в расчете. В следующий раз, если ты будешь скрывать деньги, я поджарю не только твои книги. Я давно не получал вести Эдвина. Вы видишь? Мои источники сообщают, что он начал вымогать деньги у крестьян. Большую часть времени сэр Грей спит. Наемся испыт. Я? Ничего. О, с сиренкой балуются. Если вы понимаете о чем я. И принести прибыль к королевской казне. В течение многих лет корабли находили свою гибель в этих коварных скалах. Твоя первая задача построить маяк, чтобы предотвратить кораблекрушение. Я предоставляю тебе моего проверенного писца, Тома Симпкинса. Он тебе поможет. Господа, нашего любимого писаря зовут Том Симпкинс. Запомните это. Добрый день, мой лорд. Меня зовут Симпкинс. Добро пожаловать в новый замок. Как я давно здесь не был. Ваша популярность падает, господин. Я послал несколько монахов на строительство маяка. Необходимое дерево они будут брать с нашего склада. Чёрт, я очень давно в этот струнг холд не играл. Но он очень схож с Ледженс, поэтому проблем у меня по идее с ним быть не должно. Разве что с деревом будут проблемы. Причём серьёзные. Покупать ничего нельзя. А, ну да, точно. Рынок надо поставить. А где рынок? А нету рынка. Опа, а нету рынка. Значит спокойненько нужно доставлять всё-всё-всё. Ну ещё нужно добиться яблок. Оу, смотрите, подождите. Корабль, корабль, корабль едет и... Господин, ещё один корабль наткнулся на рифы. Надо быстрее достроить маяк, пока не случилось новое несчастье. Одну секунду. Нашампар кустел и популярность падает. Надо разбить рядом яблони садов. Вы чё, рофлите что ли? Что это такое? Это просто замена текстуры. Я хоть думал, он там бахнется, сейчас будет какая-нибудь эпичность. Эх, блин, Эсхол второй. Ну, шо ты так портишь-то мне впечатление? Так, вообще, надо посмотреть. Давайте на карту посмотрим, что тут. Оу. Это, насколько я понимаю, сэр... Вильям. Правильно? О, кстати, тоже его владение. Это он здесь сирены, если что, балуется. Да-да, лядя сирена она такая. Так, это у нас... Неважно. Я просто сейчас вспомнить не могу, кто это. Тут ещё господин, вот он, спящий. Вот он, дрыхнущий господин. Всё, мы так и будем называть. Дрыхнущий господин. Не дрыхнущий господин. Так, нам надо немножечко еды. Так что я пока чуть-чуть тут поеду. Нифига себе. Слушайте, ну, на самом деле, в Legends реально произошло очень большое переосмышление баланса стронхолда. Потому что хижины по 25, лесопилки по 20 с тремя работягами. То есть лесопилка в среднем одна стоит 7. Яблоневые сады, которые стоят по 20, дерево. В принципе, я скажу, действительно, произошло огромное переосмысление. Но фишка в том, что хижины здесь, они с выходящими крестьянами. То есть из хижин выходят крестьяне. И это очень приятно. Давайте как раз посмотрим на это. Нельзя здесь стронть, мой лорд. 1, 2, 3, 4, я поставлю вторую рядышком. 5, 6, 7, ну вообще 7. Отлично. Ты даже не представляешь, какую пользу это принесет нашей стране. Так. Теперь, когда ты обеспечил безопасность морских торговых путей, я могу дать тебе более достойную задачу. А, кстати, я не посмотрел, как маяк выглядит. Ну, давайте мы потом посмотрим. Сейчас вот как раз следующая миссия будет. Или не посмотрим. Через текстуру пролет. Эх ты. Скоро состоится посвящение в рыцаре. Я хотел бы посвятить тебя, но сначала ты должен научиться жить, как истинный лорд. С маленькой буквы. Потом Симпкинс научит тебя всему, что ты должен знать. Короче, писарь, значит, личный писарь королевский, знает больше о том, как живут истинные лорды, чем чел, которого взяли на рыцарскую службу. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. 50 чести, насколько я понимаю. По 10 хавчика лорд погибнет. Окей. А где лорд? А, вот он. А, мы за Мэтью и Стила до сих пор шпилим. Прикольно. Так, окей, значит. Понял. В общем, я сейчас строю лесопилки. Прще всего добиться уважения, если хорошо кормить своих крестьян. Мы сможем улучшить их скудный рацион, если построим пару охотничьих избушек. Ну да, вообще неплохо было бы действительно их рацион улучшить. Потому что, как бы... Вот смотрите, хлев, огород, они по двадцатке стоят. А яблоневый садик как-то, ну, тугенько очень смотрится. То есть, понимаете, о чём я? 5 яблоневый садик стоит быстро деньги, как обычно я люблю говорить. Но это ж неадекватная фигня. Вы, типа, строите яблоневый садик за 5. Эту штуку, ну, эта штука фиг с ней. Ладно, она не всегда много еды приносит. Яблоневый садик просто приносит реально капец еды много. Я поэтому и начал бухтеть на него. Просто это реально неадекватно. А теперь посмотрите, у меня максимальный графоний. Чё, как вам, нравится? Что это за помойка? Это называется маяк. Не, я думал он будет выглядеть, как знаете, как стандартный такой. Типа, там можно подняться. Он будет высоким таким, с лестницей там такой и всё такое. Монахи, вы чё ленитесь? Что это за фигню вы меня построили? Чё это за бред? Ладно, в общем, ничего страшного. Кухонку поставим. Так, я не знаю, как тут разместиться. Давайте поставим кухонку сюда. Что кладовая опустела. Если вы хотите хорошо питаться, её надо наполнить вновь. А-а-а, хлев и огород. А-а-а, сорян, ребят. Я чуть-чуть тупой. Хлев и огород это, короче, для того, чтобы, ну, производить пищу и делать себе чуть больше чести, чем кажется. Блин, я придурок. Ну ладно, бывает, ничего страшного. Бывает. Я думаю, в принципе, ничего такого. Так, что у нас тут? У нас еды слишком много. Давайте плюс два чести зафигачим себе. Быть может, мы постепенно честь наберём. Здесь мы просто проводить, пока ничего не будем. Включить производство. Так, я не помню, как они работают. Ну, как бы, лорда нужно заводить замок, насколько я помню. То есть, вот это я помню, что лорда нужно заводить... Ой, не-не-не-не. А если не Гугу? Подожди. А если не Гугу? Не надо тогда. Может, мы... Уведём его отсюда? Я просто не хочу его это. Чтоб он на пиру присутствовал. Ну, типа, пир тут нафиг не нужен. Мы сейчас через еду накопимся. А здесь сделаем десять этих. Десять тех, десять этих. Чтоб нормально было. Давайте огород ещё один поставим, правда. И ещё один хлев поставим. Так, чё-то у меня тут мышка улетела. Ой-ёй-ёй, чё-то мышка улетела опять. Просто посмотрите, что это за Майнкрафт? О, кстати-кстати, дырка в текстуре, дырка в текстуре, дырка в текстуре. Они дырка в текстуре сделали. Что? А, это не дырка в текстуре, это Майнкрафт. Это флажок, ребят. Это флажок. Сорян. Не, никаких дырок в текстуре. Firefly не делают дырок в текстуре. Всё, типа, у них чинно, качественно и чётко. Всё нормально у Firefly. Они делают всё офигительно. В отличие от людей других. Например, меня. Так, хижинку давайте-ка мы ещё пихнём. Как бы в хижины здесь нам надо красиво это. Ну, крестьяне выходят из хижин. Понятно, что крестьяне выходят из хижин. Причём по порядку выходят из хижин. Или нет, смотрите, рандомно выходят. Не-не-не, всё фигня, ребят. Они выходят рандомно. Не выходят по порядку. По порядку они выходят 1-2-1-2 вот здесь. А вот здесь они выходят, ну, так это прям из всех хижин. При этом здесь крестьян максимальное количество. Так, по чести у нас всё нормально. Всё в порядке вроде как смотрится. Да. Дерево у нас, по идее, должно быть слишком много. Можно ли нам сейчас развивать камень? Не, наверное, нельзя. А нужен ли нам вообще будет камень? Ну, не знаю. Наверное, пока что нет. Не будем пока особо сильно тоже это с камнем с этим. Так, а как? А-а-а-а, я вспомнил. Всё-всё-всё. Здесь стронхол чуть сложнее, чем леджинс. Блин, реально леджинс сильно упрощён. Вы, типа, нажимаете здесь, ставите налоги. А тут надо казначея ставить. Ну, вы понимаете, это стронхол 2, как-никак. Так, у нас здесь, кстати говоря, всё очень плохо по рациону. Можем мы вот так сделать? Или это будет неправильно? Ну, вообще, плюс 1 чести, типа, я считаю, это нормально. То есть, пусть пока будет плюс 1 чести. Нам нужно здесь будет, естественно, доделать чуть-чуть вот так вот. То есть, я, скорее всего, вот так вот в любом случае сделаю. Посмотреть надо, место есть или нет. Скорее всего, места здесь нет. Можно ли здесь сделать? Ну, хотелось бы, но я не хочу здесь перегораживать дорогу. То есть, в любом случае, я хотел бы это сделать, но я не хочу перегораживать дорогу. Еды у нас миллиард. В принципе, можно было бы, наверное, и этот провести. Пирочек на весь мирочек, но я пока не хочу. Что у нас тут по еде? Надо, наверное, чекнуть. 4, 8, 7. Ой, не, все очень плохо. Я бы хотел, наверное, больше выдавать провизии пока. Но нифига не смогу больше выдавать провизии. Пока более-менее. То есть, они нам приносят и мясо, и все остальное у нас так нормальненько получается. По 2 части приходят. Я считаю, это адекватно. Но тут больше ничего и сделать нельзя. По факту, это обучающая экономическая компания. То есть, как конкретно нужно играть в струмхолд? То есть, я сейчас учусь играть в струмхолд. Спасибо. Спасибо, я учусь играть в струмхолд. Так, плюс 1, значит, мы сделаем пока что. Потому что у нас тут что-то все очень плохо. Я бы захватил бы вот этот замок. А можно ли его вообще захватить? Где рот? Можем мы ее захватить? Или не можем? Дайте-ка я, наверное, лорду туда приведу. Попробуем захватить эту деру. Может быть, я просто не шарю. Эту деру действительно можно захватить. Хотя... А, нет, давайте, давайте этот... Давайте устроим чуть-чуть экшона. Пойдем, пойдем, захватим. Почему бы и да. Пока не будем проходить эту миссию. Ну, во всяком случае, так оставимся. Так, лордецкий, иди сюда. 47, 48. Ну, вроде как, мы можем даже попробовать позахватывать. Ну-ка, сейчас попробуем позахватывать. Давай-ка. Грей, ты нам отдашь что-нибудь? Грей! Свинтус... Ой, Грей, свинтусня. Вот точно серый. Серый, ты свинтусня. Ты че нам не отдаешь, нифига? А, тут вульфы, а у лорда хп не восстанавливаются. Ёк-макарёк, убираемся отсюда, значит. Уходим отсюда, уходим. Своими поступками ты доказал, что достойен этого титула. Встань, сэр рыцарь. Так он и так стоит, он вон идёт. Ну, кстати, красивая картинка. Ничего такая пикча. Так, ну что, поехали, следующая миссия. О, 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 мы захватили, ребят. Походу, захватили. Теперь, когда ты посвящён в рыцаре, я поручаю тебе управлять ещё одним поместьем. Там ты найдёшь разрушенный замок. Я повелеваю тебе вернуть ему былое величие и как можно быстрее туда переселиться. Ага. Из-за летней жары высохла земля и гибнут растения. А-а-а! Понял. Кажется, нам следует защитить себя от пожара и переехать как можно скорее. Добываемый камень можно перевезти на телеге. Вот же ж чёрт. Теперь соседнее поместье принадлежит нам. Монахи помогут отстроить разрушенный замок. Но для этого нужно обеспечить их камнем. Как только на складе будет камень, мы можем отправить его на телеге. Вот же ж чёрт. Ну, короче, ребят, это стандартная история стронхолда. Если вам легко проходить, вам сейчас включат режим огненного фаерхолда. Поэтому фаерхолд у нас сейчас будет работать вообще не в нашу сторону. Как нам тут поставить колодцы, я чёрт его знает. Вот оно, вот оно, вот оно. А я не собираюсь делать так, чтобы он стоял. Я его хочу спалить. А-за-за-за-за-за-за. Ладно, шутка, конечно. Всё, будем сейчас пытаться делать как надо. Как они нам говорят. Прям. Блин, ну мне, конечно, это капец как не нравится. Но в любом случае, выбора у меня другого, собственно, и нет. Колодец сюда. Можно ещё где-нибудь здесь колодец разместить. Нифига. О-о-о, я нашёл место для колодца, ребятушки. Я нашёл место для колодца. Так, так, так. А, то есть вот здесь вот тоже. Нормально. Ребят, пожары это честно. Это честный стронхолд. Здравствуйте. Мы... У нас началась новая рубрика. Честный стронхолд. Иди нахрен. Со своими пожарами. Свинтусня. Вы меня достали. Можно потушить огонь. О, кстати, какой красивый огонь. Красивый фаерхолд. Красивый. Девачко. Я не хочу вот это вот сейчас вот в этот фаерхолд играть. Ну, блин. Ну, шо это за фигня? Ну, так же ж неинтересно, да? Какой фаерхолд вообще? О чём вообще речь? Они вообще тушат или нет? Или так тут чисто бегают? Блин, ну это плохо, если они чисто бегают. Наш замок в огне, мой лорд. Надеюсь... Да ёк, Макарио! ...смогут его потушить? Нет, не смогут. Я удалил всё. Без шанса. Чёрт, я не представляю, как можно реально потушиться. Давайте мы здесь тогда ничего ставить не будем. Вот здесь вот, конечно, поставим, попробуем. Обратно. 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 А мы ничего здесь обратно не поставим. Так, а можем вот здесь? Нет, не можем. Ну, значит, тогда колодец раз, колодец два. Чё мы напрягаемся-то, правильно? Тупо фаерхолд. Всё нормально. Всё хорошо. Так, а у нас же здесь ещё жопа вот эта вот. Нам нужно построить замок там. Так, значит, давайте. Нам нужна каменоломня раз, каменоломня два. Я считаю, что две каменоломни здесь будет пока нормально. Нужно будет развиваться сейчас по дереву. Считаю, что очень много дерева нужно будет. В любом случае, вот здесь вот, как только дерево придёт, мы сразу будем себе поставлять ещё лесопилки. Нам нужны лесопилки, и нам нужны их конкретное количество. Кстати говоря, дерево приходит 16 разово в этом стронголде, господа, товарищи. 16, как и в Крусейда. Наш замок в огне, мой лорд. Надеюсь, водоносы смогут его потушить. Так, водоносы, вы сможете его потушить? Надеюсь. Хорошо, более-менее тушимся. Тушимся пока что. Тужимся, тушимся, всё хорошо. Так, что у нас тут? Вы ещё не пользовались услугами возчика? Давайте я объясню, как отправлять товары. Выберите товары. Я уже забыл. Теперь укажите их количество, ваша милость. Затем, как часто вы хотите отправлять товары, мой лорд. Блин, я забыл про эту фигню. Сэр, вы никогда не пользовались услугами возчика. Давайте я объясню, как это работает. Нажмите товары. Блин, слушайте, по-моему, сейчас поражение будет. Я там вижу, что поражение потихоньку готовится. Чёрт. Вот же ж дрянь. Наш замок в огне, мой лорд. Надеюсь, водоносы смогут его потушить. Чёрт, вот же ж дрянь. Я пока потихонечку сейчас понимаю, что, кажется, я в поражении останусь. Кажись, это будет поражение. Нам нужно сюда хотя бы что-то отвезти. То есть, в любом случае, хоть что-то тут должно быть отвезено. Наш замок в огне, мой лорд. Надеюсь, водоносы смогут его потушить. Да, надеюсь, водоносы смогут его потушить. Так, окей. Нам нужно, может быть, с возчика сюда поставить? Просто я не знаю, тут очень всё плохо. У нас половина времени прошло, а я как бы только-только куковать начал. Слушайте, а у меня идея. А может быть, перевести дерево? А давайте пока поперевозим дерево сюда. Постоянно. Вот сюда. Честно, будет так? Честный струнхолд сработает или нет? Всё, товары в пути. Прекрасно. Хорошо. Эти тоже в пути. Прекрасно, эти тоже в пути. Всё, мы довольны, получается. Все тут довольны остались. Кроме меня, естественно, опять же. Отправка будет отменена, мой лорд. Так, окей. Вроде как мы пока тут... А, так это фишка... Ещё сколько времени? Блин, я думал, оно назад идёт, короче, а не вперёд. Ладно, тогда мы ещё успеем. Окей. По идее, должны успевать, потому что сейчас приходит нам камень. Поскольку они будут с одного камня выстраивать, сейчас узнаем. Сейчас я примерно смогу объяснить, сколько с одного камня. Один, два... О, я вас понял. Ладно, тогда это будет очень сложно, в принципе. Можем постоянно здесь отправлять. Здесь остановиться и отправлять тоже по 20 постоянно. О, окраски. Здесь... Ой, 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 ой. О, окраски будет отменена, мой лорд. Короче, давайте мы здесь удалим. Просто пусть они нам вовщика спасут. Мы снова поставим здесь хаты, чтобы нормально было. Всё, отлично. Хата на месте. Так, теперь здесь я, пожалуй, вот так вот сделаю. Пошло оно всё. Куда-нибудь? Вот, так, теперь здесь у нас 50. Выберите пункт назначения. Товар уже в пути, мой лорд. 10, 20, 50. Выберите товар. Укажите частоту отправки. Товар уже в пути, мой лорд. Давай, давай, давай. Поехали, поехали. В принципе, мы что-то более-менее сможем сделать. Нам нужно просто, чтобы камень был. Видимо, здесь камень закончился. Камень сейчас едет сюда. Замок очень долго восстанавливается. Я типа, чёрт его знает. Но замок нереально долго восстанавливается. Нам нужна ещё каменоломня. Ещё одна, наверное, каменоломня. И для этого нам нужно ещё поставить вот здесь вот колодца в парочку, чтобы чисто каменоломни тушить. Чисто каменоломни тушить. Нам больше ничего не надо. Здесь одну фигню поставить. Здесь уже вообще насрать. Вообще на весь замок насрать. А мы можем... Стоп. А мы можем сейчас вернуть лорда в замок, для того, чтобы я чисто сделал кухонку. Сейчас кухонку отработаем, быть может. Нам тут принесут все как надо. Мы честь себе заработаем. Потому что мне что-то кажется, что мы в принципе можем и не успеть ничего сделать. Так, скорость 90? 90. Хорошо. Главное, что скорость 90. Да как ты меня достал? Да что ж с вами-то такое? Почему, блин, нельзя спокойно, без пожаров обойтись? Почему каждая чертова миссия обходится постоянно с пожаром? Да, кстати, тайлы огня шикарные. Вот прям я реально с них кайфую. Ну, они типа реалистичные, настоящие. Никто не спорит, но это капец. Это реально капец. Я на них смотрю. Это капец. Так, теперь замок. Я молюсь, что времени хватит, потому что я тут уже столько камня вынес сейчас со своего замка. Что, по идее, должно хватить. По идее. Но не факт. Отправка будет отменена, мой лорд. Отправка будет отменена, мой лорд. Да, по идее, мы успеваем вроде как. Ну что, пожары? Эсхолд! Эсхолд не работает вот так вот. Все правильно. Так, что у нас здесь? Он хавает, правильно? Отлично. Он хавает, значит, получает честь. Ух, как много чести он получил. Хорошо, 34 чести. А сколько потратил хавчика? Да немного, видимо, хавчика потратил. Обидно, конечно. Так, давайте, наверное, вернем его тоже в замок. Число баллов до следующего. Число месяцев до следующего балла. Так, окей. Здесь замок закончен. Наше здание горят. Похоже, мы переехали как раз вовремя. Посмотрите на эту фигню. Что это такое? Ой, какая пикча красивая. Ой, оказывается, каменный замок, господа, товарищи, не горит. Окей, следующая миссия. Погнали. О, вольфы. Поместье к северу от нас когда-то было процветающим ткацким центром, но подверглось нападению волков. Лорд этого поместья, сэр Вильям, ушел в крестовый поход. В его отсутствие я поручаю тебе управлять поместьем. В военных вопросах тебе поможет комендант Джон Брикс. Сэр Вильям. Вильям ушел в крестовый поход. Ладненько, ребятушки, поехали. Так, эта дрянь будет нам приносить хоть что-то? Нам нужно, кстати говоря... А, так это наше поместье. А, здрасте. А давайте мы его разовьем чуть-чуть. Господин, если мы собираемся снаряжать войско, то нам понадобится много золота. Я предлагаю построить сокровищницу и обложить крестьян налогом. Главное обложить крестьян налогом. Так, подождите, это наши? Это наши, пацаны. Мы идем! Это наши, пацаны. Все, это наши, пацаны. Короче, мы лучей сюда ставим, этих сюда ставим. Засада разбойники. Блин, ну это хреновенько, что там разбойники. Говорят, что к востоку отсюда находятся лагери разбойников. Единственный способ обуздать их это снарядить большой отряд лучников. Но сначала я бы посоветовал избавиться от волков. Текст. А может быть мы вначале что-то интересненькое сделаем? Так, рынок. Во-первых, рынок бесплатный. Давайте-ка мы рынок бесплатный тыкнику дам. Наш самый в огне, мой лорд. Надеюсь, водоносы смогут... А как вы меня заколебенили? Честное слово. Как вы меня заколебенили со своими пожарами. Враги разрушают наше здание. Блин, ну очень хреново получилось. А почему мы, пацаны, не атаковали, я тоже не понимаю, как бы. А, нормально, нормально, нормально. Нормально, нормально. Нормально. Удаляем амбар. Или что, или как? Нормально. Да че, нормально, нормально. Какого черта амбар опять горит? Ну какого, блин, я не... Ладно, окей. Тогда пока просто забьем. Мы сможем немного поднять налоги, если вместе с этим начнем производство самого приятного товара. Эля. Давайте прикажем крестьянам выращивать хмель. Какой может быть Эля? У меня тут все супер плохо. Какой Эль? Ты издеваешься надо мной, Свинтус? Ты хоть пони... Мать моя женщина. Что за фигня в этом Струмхолде творится? Как это вообще понимать? Как это можно вообще выиграть? Вы посмотрите, оно просто горит. Я просто поставил, оно просто горит. Ну как бы спасибо огромное. Эсхолд. Второй. Вообще веселый эсхолд, на самом деле. Качественный, качественный эсхолд. Так, ладненько. Нам нужны лучики, правильно? Лучики. Для этого нам нужен камень. Камень мы можем купить на складе. Все правильно. Там нужна оружейка, насколько я понимаю. Так же, давайте поставим... А, я чуть-чуть ошибся с камнем. Да-да, пофиг. Так, значит, поставим оружейку и поставим себе вот здесь вот... Так, оружейку, правильно. И поставим себе вот здесь казармочку. Казармочку вот сюда, наверное, поставим, чтобы она... Да, вот здесь лучники стояли и раскидывали всех чуваков, которые идут сюда. Опачки, идет сюда. Ну мы подождем его. Почему бы, да? Пока что подождем. Вот это отвоевывать будем себе, кстати говоря. Наверное, потом отвоюем. Натянуть тетиву. Натянуть тетиву. Ща натяну. Ща как натяну. Один разочек. Тетиву. И не только тетиву. Так, ладно. Окей, нам здесь нужны лучники, насколько я понимаю. Лучики. Так, лучики. А-а-а, лучики чести стоят. Я вспомнил, что лучики стоят чести. И причем, знаете, когда вспомнил, когда посмотрел. Ну гений, гений, не иначе. Тупо гений. Так, нам нужно, значит, смотрите, очень много всякого-всякого. Теперь провернуть, потому что я вообще не понимаю, что нам здесь надо. Но нам нужно честь, понятное дело. Нам бы неплохо бы еще что-то тут, наверное, производство луков, оформить, правильно? И я вот думаю, по поводу теперь того, что... Я, наверное, зря взялся эту миссию играть. Нужно было чуть-чуть притормозить, потому что сейчас что-то как-то не очень все приятненько вдруг стало ни с того ни с сего. Я думал, этот S-холд будет легким. Нет, он действительно, фаер-холд прям такой жесткий, жесткий получился. Ладненько. Сейчас посмотрим, что тут можно сделать. Эта миссия, наверное, будет последней, потому что у меня чуть-чуть подгорать начало, а когда у меня подгорает, лучше не продолжать играть. Ну, лучше, конечно, какую-нибудь, может, другую игрушку зайти или еще что-нибудь. В нормальный струнгок зайти, как говорится. Так, сейчас тут у нас честь повышается. Хорошо, честь и два у нас. Прекрасно. Имеем право лучников теперь нанимать. Лучики сюда прибегают. Это тоже неплохо. Так, мы можем... А мы можем... Установить точку... Фу, ты, установить точку сбора. Лучики вот здесь. Все. Лучики, бегите туда. Теперь мы вот здесь вот сейчас вас сделаем. Наверное, пятнашечку. Чтобы туда прям навернячка поставим так пятнашечку лучников. Лучики, по идее, там нормальненько будут отбивать. Наши войска атакует враг. Да, лучики будут неплохо отбивать. Тут бабалеты можно делать? Можно. А можно делать сыр отдельный? Нет, нельзя. Поэтому бабалеты здесь бесполезны. Так, окей. Значит, мы делаем вот так, вот так и вот так. Чтоб у нас все было нормально. Сарай войщика. Нам нужен здесь вот, наверное, сарай войщик. Сасада! Давайте мы здесь, наверное, сделаем сарайчик войщика. Раз, два. 48 камня. Ух, тут даже камень есть. Они даже камень добывают. Нифига себе какие. Отправка будет отменена. Нифига себе какие. Они даже камень здесь добывают. Вот это да. Слушай, ну классно такое графство, я бы сказал. Они даже камень добывают. При этом оно не горит, пацаны. Оно не горит. Оно не горит. Оно больше не горит. Ну почему я отсюда переселился? Нафига? Нафига спрашивается переселяться, если... Ладно, короче. Какая вообще разница? Выберите товар. Отправка будет отменена. Так, ну мы тут чуть-чуть поразвиваемся. Все равно здесь пожаров не будет. Нельзя здесь. Чуть-чуть поразвиваемся. Нормально так, чтобы было. А, все очень плохо. Я вас понял. Так, ребятушки, отключить, значит, здесь производство. Отключить здесь производство. Отключить здесь производство. Сейчас мы доразовьем себе вот здесь вот, чтобы у нас нормальненько все было. Здесь мы нифига не будем делать. Ну, может быть, потом камушек не делаем. Так, прекрасно. Здесь вроде как разобрались. 18, да? Давайте мы этих штучников чуть-чуть сюда пошлем. Я просто не хочу Мэтью Стилла особо сильно трогать, хотя было бы неплохо, но, возможно, он еще пригодится, так что пока не будем его трогать. Давайте мы с помощью крестьян-лучников сейчас поубиваем вульфов чуть-чуть. Не хватает рекрутов, сэр. Так, сюда вот точку сбора установим. Мы готовы, сэр. Теперь эти разбойники к нам не сунутся. Наши войска атакуют враг. А почему они к нам не сунутся? Потому что лучников много или почему? Ну, короче, в общем, не важно. Теперь у нас имеются лучники плюс крестьяне. Погнали, мы сейчас все сделаем красиво, грамотно. Все такое. Ну, танкуем крестьянами. Вот как прям в Киндомс играем. Почти такая же история. Танкуем крестьянами, идем лучниками вперед. Да ладно, шучу, конечно. Киндомс я так не делаю. Обычно пикинессы танкуют. Уважение ему недостаточно. Правильно, в Киндомс играть уважение у меня точно недостаточно. Так вот, мне сейчас нужна кухонка. В эту кухонку я, наверное, запихну огород и хлев. Я думаю, этого будет достаточно вообще в принципе. Так, здесь у нас крестьяне появились. Так что имеем право возобновить здесь. Имеем право возобновить здесь. Имеем право возобновить здесь. Кстати говоря, было бы неплохо еще, наверное, вот так вот сделать. Еще вот так вот сделать. Еще вот так вот сделать. Еще вот так вот сделать. И вообще доразвивать это графство до того момента, пока там прям вообще жесть не будет. Мы сейчас его доразвиваем так, что тут прям вообще лютая дичь будет. Смотрите, мы сейчас сделаем вот здесь вот сырая фвощика, миллиард Чтобы они нам чисто ресурсы возили У нас тут было реально миллион денег, миллион всего Там сделаем сейчас производство оружия Ну, то есть, все сделаем прям качественно, красиво То есть, четенько сейчас все сделаем, смотрите Так, оружейка нам нужна, правильно? Пять камня А давайте-ка мы сейчас возьмем и двадцаточку камня киданем себе Здесь киданем 50 дерева Здесь киданем еще 50... Нет, давайте не 50 дерева Давайте мы киданем здесь хотя бы двадцатку товаров Яблочек Здесь давайте киданем тогда себе 50 дерева Тут что-то у нас как бы чуваки просто прошли вообще на спокойничах и убивают всех Ну, вообще, это не очень хорошо, что они так сделали Почему? Почему они так сделали? Ну, ладно, неважно, почему они так сделали Так, давайте лучшеньких сюда Давайте вот этих вот парней сюда Мы тут чуть-чуть поразвиваемся Все-таки Оборонительные... Что? Что? Чего делать? Что? Конечно Конечно Подальше друг от друга Подальше друг от друга Конечно Подальше друг от друга Конечно Так, убираем отсюда, значит, крестьян Убираем... О, нет, вот этих крестьян мы сделали Вот так Давайте вот этих крестьян мы сюда поставим Что-то... Да, будете, ребят, драться Только мы пассивку вам сделаем Сейчас пассивную оборону Здесь я хочу, наверное, вот так Здесь я хочу чуть-чуть туда поставить Давайте чуть-чуть поставим Еще поразвиваемся Все-таки У нас как-никак здесь Развитие должно быть Я хочу увидеть настоящий стронхолд Так, ребятушки Я надеюсь, что, в принципе, мы сможем здесь камень повывозить Потому что было бы неплохо Теперь здесь я хочу понастроить сейчас себе оружие Отправка будет отменена, мой лорд Так Ладно, мы не будем еду вывозить отсюда Отправка будет отменена, мой лорд Мы давайте лучше сделаем здесь сейчас оружейку И зафигачим здесь производство Производство луков Зафигачим мы здесь Причем действительно серьезное производство луков Прям, чтобы по пятьдесяточки ввозить их к себе Давайте здесь прям вот сделаем серьезное производство луков Нельзя здесь строить, мой лорд Все А, не, вот это, по-моему, еще тут доступно И вот здесь еще место доступно Тогда мы вот здесь вот сейчас сделаем себе хаты Главное, чтобы не запереть хаты Потому что из хаты выходят крестьяне В принципе, на самом деле идея интересная, реально Она как бы балансная, ну просто, блин В стронхолде, например, третьем Идея более интересная сделана А потом, понимаете, опять выходит варлордс И вообще все идеи как будто, ну, напрочь забыты Вот вообще То есть это полная фигня Я вообще не понимаю, почему это так должно работать Серьезно По идее, ну, так не должно работать совсем Но так работает в этих стронхолдах Почему? Да черт его понимает Вот серьезно Реально, черт его понимает Выберите количество товаров Ну, вообще, было бы неплохо Сейчас, наверное Выберите товары Наши войска атакует враг Да, с ракеты сам поехал Выберите товары Ну, прекрасно Пускай они сами едут Выберите количество товаров О, так они сами едут Вообще великолепно Пока что вообще великолепно То есть они сами пока все едут Они сами пока все делают А мы здесь чисто Возвращаемся в замок Поедим Чуть-чуть всего Возможно А может и не поедим Давайте огород здесь все-таки сделаем И еще один хлеб Надеюсь больше пока пожаров не будет Хотя Я очень уже побаиваюсь этих пожаров Так что давайте я на всякий случай Оформлю себе тут колодцев Так нормальное количество Но это не нормальное количество Я реально побаиваюсь Мне кажется там потом еще будет Если это обучение То скорее всего там потом еще обязательно Где-нибудь будет вдруг не с того не сего Что нужно поставить Антикрысы Грязь, крысы Все это вдруг не с того не сего появится Это все будет понижать популярность и тому подобное Скорее всего это так и будет Так здесь мы развились как вы понимаете Здесь у нас теперь будет очень все сильно Здесь мы тоже вроде развились У нас тут будет все более-менее нормально Здесь нам надо Двадцать, пятьдесят, пятьдесят Вот это вот двадцать Отменить Мы хотим Здесь не двадцать Мы хотим Пусть перевозят Нам не надо здесь перевозить Больше ничего Все прекрасно То есть нам не надо перевозить больше Яблоки Нам надо перевозить луки Яблоки мы лучше будем здесь хранить Тогда Потому что у нас тут как бы Ну населения сейчас будет много Там все дела И здесь мы в принципе Уже будем очень сильно Не хватает уважения, мой лорд Так, пока здесь поест он Там что-то уважение должно появиться Если было бы больше еды Естественно было бы больше уважения А дает ли трактир здесь уважение Кстати говоря, интересно Но у меня места здесь маловато Для того, чтобы это проверить Потому что сейчас тут еще понадобится Скорее всего Скорее Я вот прям вангую Что понадобится Красюганов, шугать Ну то есть И всего остального Я прям вот вангую Что придется Здесь много-много Всякого-всякого еще Проворачивать Так что давайте Мы наверное сделаем крестьян пока Пока крестьян сделаем И Да, пройдем эту миссию И сохранимся Правильно? Я думаю да Иду-иду Так, давайте тогда Идем сюда Идем сюда Заходим Получается Наши войска Атакует враг Засада Разбойники Получается Пока все неплохо Здорово И наверное Я сохраняю Ой Тут что-то Что-то Непонятненькое Так Окей Чаптер Так Ва-ва-ва-ва-ва Сохранить Да Игра сохранена Волков в округе Больше не осталось Сэр Вильям Будет очень рад Что его крестьяне В безопасности Прекрасно Все Следующая миссия Я чисто проверю сейчас Чтобы наверняка Похоже Сэр Вильям Так Одну секунду Тут просто Такие фигни Вот Вот это вот Неплохо Да Все Понятненько Окей Все ребят Спасибо за просмотр На следующую миссию Мы уже пойдем Чуть позже Компания Насколько я понимаю Слишком длинная Будет Прям конкретно Серьезно длинная Вот это вот Мирная Ну Посмотрим Как ее пройдем Не пройдем Просто сейчас На данный момент Мне надоело Чуть-чуть С вами был Роджин Спасибо за просмотр Ну и До следующего выпуска Дорогие друзья Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok